Мы часто восхищаемся красивыми парками и садами по всему миру. Вспомнить хотя бы одно из чудес света – висячие сады Семирамиды. Сегодня при помощи современных технологий можно создать красоту дома не менее прекрасную. Однако тут не обойтись без помощи экспертов. Для тех, кто любит комнатные растения и хочет, чтобы в квартире они создавали ощущение уюта и тепла, наша рубрика «Домашний сад». Доброе утро! Сегодня мы поговорим о том, с каких растений начать начинающему цветоводу. Есть такие растения, которые очень неприхотливые. Допустим, хлорофитум. Возьмите, приобретите это растение и выращивайте его у себя дома. С ним хлопот абсолютно никаких не будет. Также очень неприхотливый является цветок замиокулькас. Он выдерживает и умеренный полив, и умеренное солнце для него, как говорится, не помеха, потому что это невыносливые растения. Шифлерки – тоже очень неприхотливые растения. Также, что необходимо начинающему цветоводу. Ну, это, конечно, выбрать растение, выбрать горшок. Можно выбрать пластиковый, можно выбрать керамический. Сейчас на рынке очень большое разнообразие различных красивых горшков. Поэтому на вкус и цвет. Также брызгалка опрыскивать, делать душ растением. И, конечно, лейка, земля, дренаж. Это необходимо для пересадки растений. Не бойтесь начинать увлекаться цветами. Если вам нравятся цветы, нравятся растения, хочется приобрести цветок, то приходите в магазины, выбирайте растения. Растения очень большой выбор представлен сейчас. Потому что растения приводятся с Голландии. Очень большое разнообразие. Поэтому выберите для себя то, что действительно вы захотите выращивать. Многие коллекционеры, которые действительно являются уже коллекционерами, начинали с одного растения и потом увлеклись. И сейчас имеют очень большую коллекцию. Кто-то увлекается орхидеями, выращиванием орхидеев, алинопсисов. Кто-то занимается выращиванием суккулентов. Тоже очень большие коллекции можно собрать с этих растений. Кто-то кактусами увлекается, кактусоводы. Так что приходите, выбирайте свое растение и выращивайте его себе в удовольствие, на радость. Хорошего дня вам. Доброго утра. Продолжение следует...